На трассе Вышневолочок-Бежеск-Санково прошел день качества. В его рамках сотрудники Дорожного фонда проводят контрольные вырубки свежеуложенного асфальта на предмет соответствия всем стандартам. Наша съемочная группа понаблюдала за этим процессом. Ремонт этого шоссе, соединяющего сразу несколько районов, идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В Вышневолочском и Бежеском муниципалитетах уже обновили 57 километров полотна. Теперь настала очередь Санковского района, где в этом году планируется уложить более 16,5 километров асфальта. Этот отрезок трассы для ремонта был выбран неспроста. Дорожное полотно было в таком состоянии, что передвижение транспорта происходило буквально со скоростью гусеницы. Не помогали даже такие временные меры, как подсыпка колдобин-щебник. В итоге зачастую машины вообще ездили просто по обочинам. Здесь хотя бы не было ВВН. На дворе лето, а значит надо ценить каждый день. Поэтому петербургская фирма-подрядчик, выигравшая конкурс, ведет работы круглосуточно. Ведь помимо замены асфальта, надо обустроить 14 остановок общественного транспорта с обязательными карманами для подъезда автобусов. А также установить все необходимые дорожные знаки. Весь участок отфрезерован. Это порядка 117 тысяч квадратных метров. На всем протяжении уложено выравнивающее слое покрытия в таком же объеме. Сейчас производим работу по устройству верхнего слоя покрытия. На данный момент уложено порядка 7 километров с двух сторон. Все работы петербуржцы планируют завершить к 20 июля. Именно на этот день намечена сдача объекта. Пока же они сдают экзамен на качество верхнего слоя асфальта. Члены межведомственной комиссии проводят контрольные вырубки, которые затем в двух лабораториях Дорожного фонда и УПРДОР России проверят на плотность, водонасыщение и на ряд других важных показателей. Пока же на месте визуальный контроль. Здесь не очень видно, потому что если между укладкой выравнивающего слоя и верхнего прошел небольшой срок, то данная граница размывается. Ее будет возможно определить только в лаборатории после нагревания образцов. За процедурой отбора образцов наблюдали и представители органов власти. Глава Санковского района не нарадуется обновленной дороге. Как настоящий руководитель муниципалитета, он уже подсчитал экономическую выгоду от отремонтированного шоссе. Мы даем молока 10 тонн в день и за дорог потеряем 2 рубля 100 с килограмма. Вот и все. Теперь у нас подрядчики, кто приезжает забирать молоко наше, они нам добавляют эти 2 рубля не на ремонт машин, а на это. По сути же не только Санково, но и целый ряд других муниципалитетов Северо-Востока Тверской области получат дополнительный стимул для развития экономики, социальной сферы, туризма. А все благодаря общей тенденции модернизации автомобильных дорог Верхней Волжи. В последние годы мы видим кардинальные перемены в дорожном хозяйстве Тверской области. Благодаря личному участию губернатора Игоря Михайловича Рудени, ежегодно растут темпы и объемы строительства. Область получает серьезное софинансирование, а самое главное – это качество, конечно, работ. Что касается этой трассы, соединяющей Вышневолочок, Санково и Беженск, то здесь предстоит привести в порядок в общей сложности 110 километров. Все работы планируется завершить уже через два года.